Еще одно обещанное стихотворение, снова Алина Брис, называется «Не бойтесь детьми оставаться». Живите сегодня, как в детстве, катайтесь с горки на санках, пойте чудесные песни, ешьте с чаем баранки, бросайтесь друг друга снежками, старайтесь чудо увидеть, но не бросайтесь словами, что могут кого-то обидеть, плескайтесь в холодной речке, забудьте про горе и беды. Мы помнить должны бесконечно, что ждут впереди нас победы. Не бойтесь, что скажут другие, не бойтесь смешными казаться, те люди душою больные не могут детьми оставаться. Не прячьтесь за глупую маской, остаться детьми не бойтесь. Читайте прекрасные сказки и миру всем сердцем откройтесь. Меняемся все мы с годами, но в чувствах не бойтесь признаться. Пусть взрослые мы уже с вами, не бойтесь детьми оставаться. Какие прекрасные слова, потому что совсем недавно мы обсуждали проблему возраста и почти все в комментариях написали. На самом деле смотрю в паспорт и удивляюсь той цифре, которая там написана, потому что в душе остались детьми. Хочется прыгать, хочется скакать, хочется веселиться, хочется шутить. И я вам желаю не гасить в себе эти чувства. Пусть они прорываются наружу. Балуйтесь, веселитесь. У меня есть привычка иногда говорить так, как мои детки говорили в детстве. У них интонации были соответствующие. Они слова немножечко перевирали. И я иногда себе такое позволяю. Иногда даже просто позвоню кому-нибудь, а не застану по телефону своего респондента и чего-нибудь наговорю вот таким голоском. И они потом все звонят и говорят, боже, какое это чудо, чего ты там нам наговорила. А ребенок мой иногда наоборот говорит, когда она готова к каким-то серьезным шагам, а я реагирую такими интонациями, мама, быть взрослой уже достаточно. И это вот приятно тоже слышать, когда ваш ребенок, который на 25 лет вас младше, учит вас быть взрослой, потому что они еще от детства недалеко. А мы ушли далеко, и нам окунуться в это детство очень здорово. Поэтому бегайте со своими ребятишками, играйте в догонялки, играйте в снежки, наслаждайтесь каждым днем и оставайтесь счастливыми. Все равно, какой у вас возраст. В нас ребенок всегда присутствует. Я очень рада, что я нашла это стихотворение Алины Брис. И рада, что могла с вами поделиться. Всего доброго. С вами была Галина Смит. С вами была Галина Смит.